Здравствуйте, друзья! Компания Mercedes представила достаточно крупное обновление для своего еще одного флагмана. Речь идет о топовом Mercedes EQS, который является по факту лицом и флагманом всей электрической линейки EQ и электрической альтернативой S-класс, хоть и слегка урезанной. Начнем наш обзор традиционно с внешности новинки. Отныне обновленный EQS комплектуется спортивным передним бампером AMG Line, и за него не нужно будет доплачивать. Также автомобиль получил новую пластиковую заглушку, имитирующую решетку радиатора бензинового S-класс. И я впервые стыкаюсь с таким, чтобы электрокар умышленно делали похожим на бензиновую модель. Обычно все протекает в другом направлении. В любом случае на решетке появились три четко различимых хромированных горизонтальных полосы, разделенных посредине вертикальной стойкой. Новая решетка радиатора плавно перетекает в передние фары. Этот эффект усиливается за счет дугообразной светодиодной полосы, визуально соединяющей оба эти элемента. Сама же архитектура фар была слегка видоизменена. Это типичная процедура для рестайла. Завершает общий вид фирменная звезда Мерседес на капоте. Интерьеру тоже достались кое-какие плюшки с приходом обновления. Вентиляционные форсунки на средних стойках теперь имеют рамку из оцинкованного хрома. Но самым важным изменением являются задние сидения с дополнительным слоем пены толщиной в 5 мм, что повышает общий комфорт. Помимо дополнительной обивки увеличился угол наклона спинки задних сидений, и теперь его можно регулировать в диапазоне от 27 до 36 градусов одним нажатием кнопки. А дополнительные подушки теперь имеют контрастную строчку и декоративную окантовку из кожи напа. Если раскошелиться на 3867 евро, можно заказать дополнительно пакет для задних сидений, который включает так называемый режим BOSS для правого заднего пассажира, подставку для ног, а также в пакет входит подогрев сидений, обогрев шеи и плеч, а также пневматическая регулировка глубины сидений. По большей части компания уделила много внимания именно задним пассажирам в этом обновлении, немного сократив отставание EQS от S-класс в этом аспекте. Из приятного архитектура гиперскрин теперь входит в стандартную комплектацию EQS. Это три дисплея, почти плавно переходящие друг в друга, образуя полосу из экранов шириной в 141 см. В техническом аспекте тоже есть прогресс. Теперь в EQS используется более крупная батарея на 118 кВт-ч. Ранее компания предлагала скромнее вариант на 108 кВт-ч. Само собой, это отразилось на запасе хода, который в среднем вырос на 80 км и для модификации EQS 450 составляет 800 км. В этом случае вы получаете силовую установку мощностью в 333 силы и 568 ньютон-метров момента. На разгон до первой сотни вам потребуется всего 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км в час. Если вам этого мало, тогда стоит посмотреть в сторону более мощной модификации EQS 580. В этом случае два мотора выдают 523 силы и 855 ньютон-метров. Максимальная скорость такая же, как и у младшей модификации. А вот разгон до первой сотни занимает 4,3 секунды. При этом в Mercedes уверяют, что запас хода с новой батареей и более продвинутой системой рекуперации здесь превышает 700 км в пути. Но если вам и этого мало, тогда вам одна дорога к флагманскому Mercedes EQS 53 AMG. С опциональным пакетом AMG Dynamic Plus вы получаете табун в 761 силу и 1020 ньютон-метров. В этом случае разгон до сотни займет 3,4 секунды, а максимальная скорость составит 250 км в час. Дальнобойность такой модификации в компании пока не сообщают, но она явно будет в этом плане проигрывать двум менее мощным версиям. Цены на обновленный EQS в Mercedes пока не раскрывают, но в компании обещают это сделать в ближайшее время. Alfa Romeo после нескольких месяцев томительных ожиданий наконец-то представила свою новую модель Милана. Это новый компактный автомобиль, с которым Alfa Romeo возвращается в крупнейший сегмент европейского рынка. Всем поклонникам Джульетта и Мита посвящается. Внешность новинки – это отдельная глава. Она создана с оглядкой на новый фирменный дизайн компании Bestione. Здесь с вами новые матричные светодиодные фары, которые визуально соединены между собой, тонким воздухозаборником между капотом и передней частью, и новая решетка радиатора в фирменном треугольном стиле. Все это украшено новым достаточно массивным передним бампером с большими воздухозаборниками и встроенным сплиттером, что накидывает автомобилю баллов в агрессии и брутальности. Не последнюю роль в этом отыгрывают массивные раздутые крылья и большие колеса. Задняя часть выглядит более компактно, и я бы сказал необычно. Это попытка добавить стремительности в силуэт кроссовера. Интерьер автомобиля хоть и не такой впечатляющий, как его внешний вид, тем не менее предлагает два дисплея и оба диагональю в 10,25 дюйма. В компании решили не идти на поводу моды и сделали свой дизайн для приборной панели в стиле двух колодцев, имитирующих аналоговую приборку. Компактный тоннель разрезает переднюю часть салона на условных две зоны и плавно перетекает в блок управления климата на кнопках, над которым возвышается экран мультимедийной системы. Для новинки опционально доступен спортивный пакет, который включает в себя сидение сабель с отделкой из алькантары, а также другие варианты комплектации с обивкой спига из винила и ткани в сочетании с кожаным рулевым колесом. Альфа-Ромео Милана может похвастаться багажным отделением вместимостью в 400 литров, что для такого класса машин очень много, а полностью электрический вариант кроссовера предлагает еще и удобный отсек для хранения зарядного кабеля под капотом. Так как Альфа-Ромео входит в состав альянса Stellantis, логично, что новинка построена на той же платформе, что и Jeep Avenger и Fiat 600, но Альфа-Ромео Милана – самая спортивная из них. На выбор модель поставляется как в бензиновом варианте, так и в полностью электрическом. Базовая электрическая модификация предлагает один мотор мощностью в 156 сил и литий-ионную батарею емкостью в 54 кВт-час. С такой батареей Милана способен проехать 410 км пути по циклу ВЛТП. Из приятного есть поддержка станции мощностью в 100 кВт. Но меня лично больше интересует топовая модификация Veloce. Она тоже полностью электрическая и предлагает один мотор, но мощностью уже в 240 сил. Вся эта мощь передается на переднюю ось с помощью механического самоблокирующегося дифференциала Torsten. Модификация Veloce также выделяется особой конфигурацией шасси и может похвастаться самым точным рулевым управлением в сегменте с передаточным числом 14,6. В топовом Милана используется спортивная подвеска. Она занижена на 25 мм и оснащена передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости. Из-за увеличенной мощности инженерам пришлось увеличить передние тормоза и использовать более крупные диски диаметром в 380 мм с четырехпоршневыми моноблочными суппортами. Для тех, кому электрокары не милы, можно выбрать гибрид с бензиновым двигателем объемом в 1,2 литра, конечно же с турбонадувом, мощностью в 136 сил. В паре с двигателем работает электромотор мощностью в 28 сил и небольшая батарея, интегрированная в шестиступенчатый робот. Гибрид на выбор предлагается либо с передним, либо с полным приводом. Механика для новинки, увы, недоступна. Цены на Альфа Ромео Милана начинаются с отметки в 32 200 долларов, что как бы не очень-то и мало для такого класса автомобилей. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот ролик, надеюсь, что вам было интересно. А чтобы не пропускать новые видео, рекомендую подписаться на канал, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok